Всем привет, друзья! Это Англия. 20 мячей от Манчестера, фантастический камбэк от Барнсли и неожиданные результаты в первой лиге. Все то, чем запомнилась Англия во втором туре Аматеру Лиги. Это Играй Громче. Меня зовут Александр Казаков. Поехали! Итак, друзья, мы начинаем. Английская премьер-лига. В гостях у меня Александр Харенков, человек, который знает, наверное, о футболе Аматеру Лиги все. Почему? Потому что он является видеооператором, он является человеком, который следит практически за каждым матчем, проходящим по выходным у нас на всевозможных полях. И с кем как не с ним обсудить результаты премьерки этих выходных. Саша, здравствуй! Ну и давай переходить, наверное, к непосредственно матчам. У нас заготовлены обзоры, но буквально вот пару слов, мнение, которое, соответственно, матч, который многих шокировал. Во всяком случае, по результатам голосования, МЮ отгрузил добрую двадцатку, да, вот буквально пару слов, и мы уже перейдем непосредственно к центральным играм этого тура. Как так? Как так? Как двадцатку можно получить? Спокойно можно получить. Спокойно от МЮ можно получить двадцатку. Когда приходил в Лигу, ходили истории, как сорок три, по-моему, один сыграли команды. Сорок три. До этого в Аргентине было. Вот. Так что такие счета в любительском футболе, на самом деле, обычные. То есть часто бывает, что, тем более в начале сезона, когда некоторые команды только входят, еще не добрали состав. Вот. А тут, тем более, МЮ, чемпион, если они еще подвезли состав, то они почти с любой команды могут. Они, насколько я знаю, подвезли состав. Но из Тоттенхэма они ведь им сколько там, шесть или семь мячей мы отгрузили в прошлом туре. Ну, в Тоттенхэм, там была другая ситуация. Да, но там игра складывалась иначе. Здесь просто совершенно фантастический результат. Хотя, наверное, для Манчестера далеко не первый, уже выступая в Лиге. Хорошо. Идем дальше. Матч, обзор. У нас готов обзор этого матча. Это матч Тоттенхэм в Улверхэмптон. Саш, 1-0. Давай, наверное, смотреть обзор и уже непосредственно обсуждать этот матч. Итак, собственно, принимали шпоры волков. Игра достаточно в упорной борьбе протекала. Что вот можешь сказать по Улверхэмптону? Потому что по Тоттенхэму мы сейчас, конечно, обязательно пройдемся. Но вот мне гораздо интереснее твое мнение касательно волков. Касательно волков. Ну, я, кстати, в этом сезоне вот эти две игры не снимал и не видел их деле. Но в прошлом году они показывали достойный футбол. Вот. И сейчас тоже очень быстрая бегущая команда. Мне очень нравится. Очень сплоченная. Вот это мне нравится. Да. А мне на самом деле удивляет, возвращаясь уже непосредственно к Тоттенхэму, шквалом буквально атак они обрушились на ворота Улверхэмптона. И удивительно, удивительно то, что ничего из этого не залетело. Учитывая достаточно неплохой уровень, высокий уровень игроков. Шпор, все-таки, на мой взгляд, это как минимум странно. Ну, Тоттенхэму в этом году сменился капитан. И парочку новых игроков в составе я увидел. Вот. И они показывают очень хороший футбол. Я думаю, в первой тройке у них, естественно, цели. Ну, я думаю, может быть, реализуют. Но сейчас нельзя так говорить. Ну да, сейчас только у нас второй тур. Весь чемпионат впереди. Посмотрим, как будут развиваться события в чемпионате. Мы же возвращаемся к матчу. Назначен штрафной в этом моменте. Это, по-моему, уже концовка матча. И здесь, собственно, Тоттенхэма открывает счет, забивая единственный. И, что самое главное, победный мяч. Ну, вообще, вот по игре, Саша, логично было здесь бы. Ничья. Или все-таки результат закономерен? Нет. Я так и думал, в принципе, что Тоттенхэм будет побеждать. И побеждать с минимальным разрывом. То есть, это 1-0 или 2-0. А я даже вот ставки вроде были какие-то. А, ну, розыгрыш. Прогнозисты. Да, да, да. У нас. И я ставил как раз-таки на победу Тоттенхэма что-то такое сразу в 1-2 мяча. Я, кстати, думал, что будет такой голевой футбол. Ну, да, действительно. В принципе, он голевым и получился. Другой вопрос – это вопрос реализации играющих команд. Окей, переходим к следующему матчу. Матчу Отфорд-Ливерпуль. Игрался он также в Кунцево, на стадионе Кунцево. И, соответственно, давай переходить уже непосредственно к обзору этого матча. Итак, Отфорд-Ливерпуль. Счет 1-7. Сумасшедший матч с точки зрения красоты и зрелищности. Саш, вот Ливерпуль. Ты в этом сезоне наблюдал уже в каких-то матчах? Вот в первом, может быть, туре? Нет, в этом сезоне нет. Но вот в прошлом сезоне второй круг, как они начали. Да, сумасшедший гол. Они, во-первых, сменили как раз название на Ливерпуль. У них появился спонсор. Они стали такие очень все красивые, потому что у всех полная экипировка. Да, да, да. Ливерпульская. И почти состав вот обновился. И почти все очень молодые игроки, быстро бегающие, почти все с ударом. И очень приятно было наблюдать за концовкой как раз-таки чемпионата. И сейчас, я думаю, они как раз-таки хотят продолжить то, что... Так как заканчивали тот чемпионат, но продолжить в этом. Да, но сумасшедший второй мяч забивает Ливерпуль. Удар в центре поля. И вот здесь третий гол. Ну, по-моему, после рикошета нападающего. Очень-очень мощное начало с точки зрения психологии для Уотфорда. Да, а получить можно такую одну банку за весь чемпионат. А тут они получают три гола с центра поля. Ну, как здесь не поплыть. Да, здесь уже мы отмечаем индивидуальное мастерство игроков Ливерпуля. Сумел принять мяч спиной, развернуться и неотразимо с левой ноги пробить дальний угол. Ну, здесь, конечно, где была защита Уотфорда, это вопрос. Продолжает в этом матче нагнетать Ливерпуль. И здесь счет у нас становится уже 5-0. В принципе, так как это второй тайм, я думаю, здесь уже Уотфорд ни за что не цеплялся. Ну, странно. Уотфорд, я помню, прошлый сезон, и они в некоторых матчах, причем с грандами, они часто могли выстроить реально непроходимую такую оборону. В этом матче, видимо, у них не получилось этого. Да, действительно, в этом матче этого сделать не получилось. Ну, вот мы видим, забивает Уотфорд один мяч. Действительно, это слаженная достаточно команда, бегающая команда. Да, здесь в пас разыграл уже Ливерпуль. Команда бегающая, то есть достаточно атлетичная, но все-таки именно класс, какой-то определенный класс и индивидуальное мастерство игроков Ливерпуля. Ведь здесь мы видим никакого дальнего удара. Просто за счет движения, выбора позиции Ливерпуль забывает мяч. И вот седьмой показательный мяч, обычная стенка, розыгрыш. Сколько в окружении пяти или шестерых игроков Отфорда, два игрока Ливерпуля разыгрывают абсолютно свободно. С Отфордом мы играли. Мы играли, будучи командой Оксфорд, в прошлом месяце, в феврале, переходные матчи за право выступать в Премьер-лиге, и мы их выиграли. Но выиграли мы их, если я не ошибаюсь, с достаточно небольшим разрывом в счете. То есть это было там что-то в районе 4-2, что ли, если я не ошибаюсь. Мы играли на Локомотиве, поле там побольше, чем на том же самом Боревестнике, и было тяжеловато с ними. На самом деле было тяжеловато, особенно после всех этих праздников играть. Поэтому, я думаю, у Отфорда будут шансы, и финишируют они уже где-то не внизу, а, наверное, будучи середняком. В серединке, да, я думаю, в серединке. Окей, идем дальше и обсудим как раз-таки уже новичка непосредственно Премьер-лиги, команду Ковентри. Ковентри играл в этом туре в гостях с Сандерлендом. К сожалению, проиграл со счетом 5-3. Давайте смотреть, наблюдать, рассуждать, что же происходило в этом матче. Итак, принимал Сандерленд Ковентри. Началась игра с гола Сандерленда. Но я сразу отмечу о том, что Ковентри команда очень атакующая. Ковентри команда, которая никогда никому не уступает, борется до последнего. Так, собственно, происходило и в этом матче. Пропустив мяч, они отыгрались. Есть шикарные исполнители у Ковентри. Вот нападающий 11-й номер реализует в этом матче в том числе большое количество моментов. И два вот подносчика снарядов очень классных игрока. Они мне напоминают чем-то Хавис Иньеста, если честно. С прошлым они и в этом также играют. Очень приятно то, что Ковентри не растерял своих лидеров. И вот восьмерка и десятка у них, по сути, делают игру. Делают игру. И, собственно, за счет этого они и выиграли в прошлом году чемпионшип. Как вообще тебе именно Ковентри, их игра? И как ты считаешь, почему они проиграли в этом матче? Хотя, казалось бы, команда с исполнителями. Сандерлинд укрепился, потому что он сильно лихорадил в том сезоне. Но когда-то у них подъезжали игроки, когда-то не подъезжали. Вот сейчас, может быть, они собрались и поняли, что нужно повысить явку на матче. И более ответственно к этому подойти. А Ковентри, ну, даже не знаю, что по ним сказать. Но они хорошо играют. Но, видимо, чего-то не хватило. Да, действительно, наверное, именно так можно охарактеризовать. То есть, здесь нельзя сказать о том, что Ковентри, вот как Ливерпуль с Уотфордом, да? То есть, нет, это не команда, которая как-то существенно наступает в классе или в исполнителях. Нет, наверное, это просто за счет какого-то характера, воли и нацеленности на результат. Хотя вот мы видим, да, очередной раз, когда Ковентри отыгрывается, счет становится 3-3. И, казалось бы, в третий раз за матч они отыгрывают счет. Он становится мячейным. Да, абсолютно качельная была игра. Но дальше у Ковентри уже на большее они не сподобились и пропустили еще два мяча. Ну, вот, собственно, кстати, нет, это момент у нас с назначением 11-метрового удара. Ну, в нашем случае, конечно, не 11-метрового. Да, фантастически играет вратарь Ковентри, но еще более фантастически играет игрок, добивавший Сандерлайн на мяч. Но вот это вот, на самом деле, момент, который характеризует, наверное, всю сегодняшнюю ситуацию с обороной в Ковентри. Принимает игрок мяч, вот, обрати внимание, да, Саша, после этого штрафного, перед ним 4 или 3 игрока. Ему дают принять, ему дают уйти вправо под ударную ногу и расстрелять вратаря. И это в штрафной зоне. Надо было вынести, но... Да, надо было вынести, но действительно здесь... Ну, я думаю, это поражение можно списать просто на какую-то досадную ошибку. Мне кажется, Ковентри свою лучшую игру еще обязательно в чемпионате покажет. Вот, собственно, мы продолжаем двигаться. Следующий матч, который у нас был сыгран на этих выходных, матч с ООНСи Миддлсбро. Счет 1-3, побеждает Миддлсбро. Миддлсбро, кстати говоря, побеждает, если я не ошибаюсь, второй матч уже к ряду. У них 6 очков, и они занимают одну из самых... Ну, они дели там первое место, в том числе с Манчестером, в том числе с Халом, если я не ошибаюсь. И, по-моему, Ливерпуль как раз, да, у них в этом четверке. Там, по-моему, 4 команды, если я не ошибаюсь. Вот, вот по Миддлсбро, Саш, скажи, вообще, вот в целом, какие у них перспективы в этом чемпионате? Смогут ли они навязать борьбу какую-то? Первая вот семерка, первая пятерка, мне кажется. Мне очень понравилась эта игра, ну, я снимал вот ее. Вот, очень хороший пас, очень хорошо мне понравилось. Очень часто меняли фланги. То есть, идет атака, они доходят до центра, хоп, поменяли фланг, побежали по правому флангу. Мне очень вот понравилось. А с Вонси, с Вонси надо вписываться, тоже очень хороший коллектив, очень быстробегающий, физически крепкий. Вот, просто нужно поймать какую-то волну свою. Да, безусловно. Не все так просто у них сейчас будет, они тогда в чемпионшипе, там, туров за 5, за 7 уже обеспечили себе чемпионство. Тут, естественно, этого не будет. Да. Ну, я уверен, что они, как минимум, подтянутся еще и покажут достойную игру. Большая надежда. Идем дальше. Следующий матч – это Халл-Сток. Матч, который завершился со счетом 8-2. Я так понимаю, ты этот матч тоже видел. Халл-Сток нет, но я представляю, что там было. Да, извечный соперник Манчестера, Халл, принимал сток. Ну, вот, по, наверное, Халлу всем более-менее понятно. А вот по поводу Сток-Сити. Вот что-то можно сказать. Сток, ну, средняя команда, в ней ничего такого особенного. Видимо, на мой взгляд, это чисто такое субъективное мнение. Парни просто в удовольствие играют. Просто, ну, нет никаких-то сверхцелей. Просто приезжают получить удовольствие. Просто получают, да, действительно, приезжают получить удовольствие от игры, от футбола. Ну, и, наверное, да, действительно, зачастую таким командам, как Халла, удается их огорчать. И удовольствие не такое, которое они, собственно говоря, которое они планировали получить. Идем дальше. Арсенал-Лестер, счет 7-1 в этом матче. Арсенал выиграл? Да, Арсенал выиграл. Арсенал выиграл. Между прочим, он не выигрывал в прошлом у нас. Он не выиграл в прошлом туре, я совершенно точно помню. То есть, там либо ничья, либо, да, там, по-моему, была ничья со счетом 1-1. И они набрали всего лишь одно очко. Но вот сейчас они зато сполна отыгрались на Лестере. Почему так с Лестером все печально? С Лестером тоже странно. Лестер тоже, они постоянно лихорадят. Как-то то показывают очень хороший футбол. Приезжают игроки, реально хороший футбол. Даже, помню, снимал их матч в Матеру Кап. Я тогда вообще не знал ничего про Лестера. Вот, увидел их игру и подумал, ну, наверное, идут в первой пятерке. А потом посмотрел, они там одни из аутсайдеров. Вот, то есть, у них проблема та же, как и у всех команд с составом. Просто. Ну, то есть, они не набираются в состав или не хватает класса этого состава? Нет, класс-то есть. Приезжают очень хорошие игроки, играют. Но, видимо, иногда не все могут. Угу, отлично. Приезжают какие-то друзья. Ну, то есть, по сути, я так понимаю, что мы можем говорить о Лестере как о команде, претендующей, как минимум, на какие-то, на середину таблицы АПЛ. В случае, в случае, да, если они будут еще набирать и состав, то это вполне себе конкурент. Вот первые, условно говоря, пятерки, первые семерки, они могут туда попасть. Отлично. У нас остается еще один матч, который мы должны с тобой обсудить. Это Бормут-Ньюкасл. Счет этого матча 1-1. И меня интересует, вот, в первую очередь, команда Ньюкасл. Потому что команда проиграла вообще в пух и прах Ковентри. 5-0 был счет в первом туре. И здесь 1-1. Какие вот были ожидания перед сезоном по Ньюкаслу? И вообще, как по прошлому сезону ты их охарактеризуешь? Ну, прошлый сезон, они как раз, они пришли вроде в середине вообще чемпионата. Ну, как, тоже середники такие. Вот, то есть, я не мог отнести к каким-то высшему классу. Вот, ну, первые семерки, может быть. Ну, первые семерки премьер-лиги, это определенный уровень. Это определенный уровень, потому что там выступают серьезные команды. Вот, а сейчас я читал еще интервью, вот, помню. Точнее, не интервью, просто там были интервью, и Капслоком, как бы, выделяли самые громкие фразы из этого интервью. И я увидел, что у Ньюкасла они взяли то ли 8, то ли 7 человек новых. Вот, соответственно. То есть, по сути, наполовину обновленная команда. Вот, и, как я знаю, в зимнем турнире они не участвовали. Вот, и то есть, им сейчас нужно наиграть, скорее всего, этот состав. Вот, поэтому так. Ну, надеюсь, что именно вот эта селекция, которую они провели в межсезонье, и, собственно, даст определенные результаты. Возможно, просто где-то как-то не отлажены еще игровые связи в этой команде. И, действительно, Ньюкасл просто еще не хотелся в наш чемпионат. За Бормутом мы также продолжим предельно внимательно следить. Уже к следующему туру будет больше пищи для размышлений, больше аналитики, больше результата, больше забитых мячей. Собственно, на этом обсуждение премьер-лиги у нас также подходит к концу. Ждем следующего тура, и уже через неделю встречаемся здесь для обсуждения новых матчей, новых результатов, возможно, где-то сенсационных. У меня был в гостях сегодня Александр Захарченков, который нам, собственно, эту пищу для обсуждений преподнесет. Ну, а вам, уважаемые зрители, спасибо за внимание и до новых встреч. Итак, друзья, мы продолжаем разбирать английский чемпионат. На очереди у нас чемпионшип. И тем приятнее мне видеть у себя в гостях людей, которые в курсе о том, что это за чемпионат, потому что уже не первый год тут играют. Это нападающий футбольного клуба Честерфилд Денис Панков и тренер, и, наверное, в какой-то степени, мне кажется, еще и идейный вдохновитель команды Уимбелдон Нарсен Габеков. Привет, друзья! Ну и, наверное, тот вопрос, от которого не уходит ни один сегодняшний гость. Второй тур. Записывалась у нас неделю назад передача общая аналитическая по всем чемпионатам. Но сейчас приятно видеть именно игроков, играющих непосредственно команд на поле, поэтому не могу не задать вам вопрос, как вам начало чемпионата. Все ли в порядке? Может быть, есть какие-то вопросы, эмоции, впечатления? Ну, поделитесь такими общими словами. Давай, наверное, мы начнем. Да, Денис, с тебя. Да, спасибо. Я думаю, этот вопрос интересует весь чемпионшип. Безусловно. Начался, да, он довольно-таки неожиданно. Некоторые команды проявляют себя неоднозначно очень хорошо. У нас получается итог матча некоторых команд не то чтобы ошарашивающий, а обнадеженный. Пример возьмем матч Бирмингема с Барнсли. Никто не ожидал, да, ничейный результат. Это уже победа для Барнсли. Также удивляет Портсмут, который легко обыграл Крю. Да, Портсмут победил. Новички, конечно, нашего чемпионата тоже показывают хороший результат. Они на вершине таблицы, более того, не просто хороший результат. Но это, как говорится, все-таки начало лучшее. Те команды, которые не смогли показать результат, не стоит отчаиваться. Лучше вначале хлебнуть в дегтя, как говорится. Ну, а потом побеждать. Потом уже бочечка меда, да, на всем оставшемся чемпионате. Так точно. Ну, отлично. Прекрасное настроение у Дениса, несмотря на поражение, которое получила его команда в этом туре. Мы к нему обязательно вернемся, к матчу Честерфилд-Умбелдон. Но хотелось бы еще так же мне, Арсен, послушать. То есть, человек, который, в принципе, видит игру немного, наверное, с другой стороны. Он видит ее с бровки. Ему, я думаю, больше видно, чем остальным игрокам. Поэтому, Арсен, твое мнение на предмет начала чемпионата? Ну, пожалуй, чемпионат начался достаточно так бодро. Да, согласен, результаты некоторые удивляют. То же самое Барнсли никто не ожидал. Но в плане уровня команды подтянулись, и это видно вот с первых же игр. То есть, чувствую, что выросли, все команды усилились, все команды работали. Не просто так ждали сезона. Но мы достаточно тоже провели хорошую селекцию. Написали несколько игроков, довольны трансферами. И готовы сражаться в каждом матче. Готовимся. И достаточно так воодушевлены тоже началом сезона. Очень ребята ждали все. Теперь есть повод каждое воскресенье встречаться, видеться, проводить время на поле. Только радует и всех, и меня, и ребят тоже. Я думаю, каждую команду. Да. Арсен, кстати, вот по поводу селекции. Ведь вы вошли в прошлый чемпионат. Именно по ходу него. То есть, если я не ошибаюсь, даже со второго или даже позже круга. Да, там даже позже. То есть, у вас где-то треть осталось матчей играть в чемпионате, когда вы присоединились к чемпионшипу. И ты сказал буквально пару слов про селекцию. Вас ведь и в прошлом-то году считали, можно сказать, все говорили, что если бы Эмбелдон до самого начала начал бы играть, то это наверняка были бы чемпионы. Вот ты говорил о том, что вы усилились. Какие ожидания у вас от этого чемпионата? На какие места вы хотите и претендуете? Именно особенно приятно мне задавать этот вопрос как тренеру. То есть, человеку, который организует команду. По крайней мере, я ставлю задачу перед командой побеждать в каждом матче. То есть, мы выходим, чтобы выиграть и взять три очка. А задачи мы будем обсуждать уже после первого круга. После первого круга, когда, наверное, какие-то уже будут действительно результаты и тема для обсуждений. Да, загадывать не будем. Отлично. У нас есть действительно центральный матч Эстерфилд и Эмбелдон, к которому мы перейдем чуть позже. Мы начали бы с него сейчас наш рассказ. Наш рассказ о прошедшем туре чемпионшипа. Но случилось, наверное, то, чего многие не ждали. Во всяком случае, это было, в принципе, очевидно из голосования. Игрался матч Барнсли-Бирмингем. И вот, ребят, мы с вами до передачи сейчас вкратце обсудили о том, как протекал этот матч. О том, что Бирма должна была по ожиданию многих достаточно спокойно и уверенно одерживать победу. Но что мы видим? Первый тайм, счет 1-4. И, в принципе, все так, как и должно было быть. Итоговый счет 4-4. Барнсли одерживает, хочется сказать, победу. Но для них это, наверное, как победа. В итоге ничейный результат 4-4. Вот что вы можете сказать именно о Барнсли-команде, которая, наверное, после прошлого чемпионата, перед этим чемпионатом, на которую вряд ли кто-то ставит вообще. Да, Денис? Ну, я хочу сказать, Барнсли вообще такая улыбчивая команда. Ребята все приветливые. Играют в свой футбол. Никогда не отчаиваются, не расстраиваются. Ну, и есть такой момент, что они потихонечку все-таки находят игроков. И к концу прошлого сезона уже у них вырисовывался именно футбол. Игра в пас. Они начали играть от обороны. То есть уходят они от футбола, который называют бей-беги. Ну, да. Вот. А в данном случае я просто думаю, что Бирбингем слишком рано расслабились, почувствовали победу. Ну, такое бывает в футболе. Футбол – это игра. Вот. Барнсли еще раз респект. Молодцы. Ну, да, совершенно верно. И я просто помню, вот наши игры. Мы играли в прошлом году в чемпионшипе за команду Оксфорд. Играли и с Барнсли, и с Бирмингемом. И вот если говорить о последних буквально пару слов, то там игры складывались не просто именно в обеих наших противостояниях. Вот, Астен, вы играли вообще с Бирмой? Мы играли с Барнсли в первом туре. С этого чемпионата уже. А, вы с Барнсли играли в прошлом туре. Точно. Да, мы выиграли. Вот, да, мы выиграли. Среди них 6 очков. Мы выиграли со счетом 3-1. 3-1, да? То есть не самый разгромный счет. Но это была трудная игра. Да, то есть я после игры даже заметил в послематчевом интервью, сказал, что Барнсли стали играть намного слаженнее в обороне. То есть у них видно, что они уже... С вами было играть. Извините, что перейдем. С вами, да. Ну, с вами понятно. Труднее играть. К этому матчу мы сейчас перейдем. Но Барнсли, то есть они уже не бегут, вот как правильно Денис заметил, то есть они не бегут вперед, так сломя голову. Они стараются аккуратно играть в пас. У них, может быть, не все атаки доводятся до ударов, но они все равно комбинируют. То есть у них видно уже футбол какой-то прочувствуется. Да и в прошлом сезоне они с Ковентри. Кто ожидал, что они сыграют ничью с Ковентри? Да, это был подарок для Оксфорда. Это был подарок. Этого никто не ждал, а они взяли и сыграли. И у них состав не изменился с прошлого сезона. И они провели зимний кубок, они играли в зимнем кубке. А Бирмингем, между прочим, Капитанов тоже замечал, что они всю зиму не встречались вместе. Да, да. И то есть, как бы, возможно, это сказалось. Это сказалось. Но мне кажется, какая-то селекция, наверное, еще, да. Имело место быть Барнсли. И именно за счет этого... Пару не боковнуло. И какой-то вот более такой проработанной, что ли, тактики на каждый матч. Они, собственно, и дают какие-то определенные результаты. Но, хорошо, а завершая тему этого матча, сенсационного, Арсен, вот твои тогда прогнозы вообще именно на Бирму сейчас не будем трогать. Потому что мы посмотрим, как они будут играть на протяжении всего, там, хотя бы первого круга, да, чемпионата. Но вот на Барнсли, вот с такой игрой, на какое место они могут претендовать вообще в этом розыгрыше турнира? Ну, я думаю, что они могут побороться за попадание в десятку. Попадание в десятку. То есть, это Барнсли, Денис, это, по сути, может стать, Барнсли может стать середняком, да? То есть, если они болтались в подвале, ну, прямо скажем, да, прошлого чемпионата, то сейчас это такая крепкая команда. Ну, давайте будем исходить из того, что, ну, все-таки это еще не систематически. Барнсли показывает успех. Два матча, это, конечно, хорошо. Они со сложным соперником сыграли результативнее, чем мы, допустим. 3-1 они проиграли Уимблдону в первом туре. В втором туре они показали хороший футбол. Ну, я думаю, здесь можно какой-нибудь отчет сделать после хотя бы пяти матчей. Там будет все понятно. Ну, прогнозы я поддерживаю. Я думаю, с такой игрой в десятку они попадут. Да, чем, на самом деле, интереснее становится чемпионшип и привлекает в себя больше внимания, когда действительно становится меньше таких, ну, как называются, да, проходных команд, которые... Мажор и чемпионшип. Да, это точно. Что ж, друзья, давайте тогда переходить уже непосредственно к вашему матчу. Игралась встреча, значит, Уимблдон, Честерфилд Уимблдон. Счет 1-4, победа Уимблдона. Игрался матч в воскресенье, отличная погода. И, собственно, давайте смотреть обзор и обсуждать, что же происходило на поле. Итак, да, Денис, Честерфилд Уимблдон. Я думаю, потому как складывался матч, тебе имеет смысл как минимум начать этот рассказ, потому что вы, собственно, неплохо стартовали. Было на самом деле все замечательно. И погода хорошая, и начали матч бодро прессингом. И вообще, я хочу заметить, у нас неплохо получается показать хороший футбол с теми командами, которые играют от обороны. А вот, к сожалению, у Уимблдон более, как бы, они идут в атаку. Да, ну вот, собственно, первый гол, да, то есть, бывает у Александра Масевнин. Смотри, ведь на дриблинге молодой человек из вашей команды шикарный гол забил. Ну, Александр у нас всегда показывает технически красивый футбол. Вот, правда, не всегда у него получается приехать, поддержать. Но в этом матче он сделал все. И, в принципе, у нас, можно сказать, мы поверили уже в победу. Но вот что происходит. То есть, отыгрывает один мяч. По-моему, вот этот парень. Бомбардир, да? Да, Хатар. Да, Арсен, расскажи, вот, собственно, об этой ситуации. В частности, автор, кто был автор забитого мяча? Гол забил девятый номер, Хатар Габриэль наш, нападающий. Ну, получилось так, что, да, в начало игры, конечно, мы проиграли по-всякому. То есть, тут даже говорить нечего. Подсели, соперник поджал, взял к инициативу в свои руки. Вот, ну и получилось. Вот, видите, гол забивает. Здесь ошибка вратаря. Хочу заметить, у нас штатного вратаря не было на игру. Стал полевой игрок, вот, которого, кстати, травмировали. У него порвали связки, да, на руке он бился. А вот здесь, на самом деле, очень такой момент вытаскивает ваш полевой игрок серьезно, потому что расстреливали его. Он старался на эмоциях. Ну, это тоже сыграло большую роль в матче, потому что элементарные, ну, не скажу, что элементарные, но пару мячей не должны были. Безусловно, такое бывает. Арсен, а вот третий мяч, кто забил, как зовут вашего игрока? Третий забил Гоша Кулешов, вот как раз одно из приобретений летних. А, это ваша селекция работала. А вот сейчас четвертый. А сейчас опять забил Хатар. Хатар Габриэль. То есть, это ваш один из лучших бомбардиров, я вообще так понимаю. Ну, сейчас, на данный момент, у Габа и у Гоши по три мяча. Так что у них здоровая конкуренция внутри. Я вот отмечу по этому матчу не очень слаженные действия Честера в обороне. Потому что ошибки вратарея, о которых говорит Денис, да, наверное, они имели место быть. Но вот по тому, как забивались мячи, особенно я вижу, вот для меня был первый мяч очень такой знаковый, именно с точки зрения того, что пробивает игрок, а второй, вот Хатар Габриэль, он добивает абсолютно свободно, его никто не держит и расстреливать не хочу, что называется, да? Не знаю, моя точка зрения все-таки это немножко центр, потерял свои позиции. Защитная линия у нас очень хорошая и парни прогрессируют. Хочу отметить таких парней, как Жилтухин, Павел, ой, не Жилтухин, перепутал с вашим. А, да, Жилтухин, Павел, это правильно. Все, я начал вспоминать, кто это в нашей команде. У нас Болтник. У нас Болтник, ну, да, есть там такой у нас. Вот, Роман Подзимбанчук, то есть это игроки основного состава, и они всегда показывают хороший футбол, я не заметил, что свои позиции они потеряли. А вот именно центр, ну, у нас не всегда получается совсем так же, как и я про себя могу сказать, про нападение. Ну, здесь нам пришлось в основной части обороняться. Поэтому, ну, как получилось, так получилось. В следующем туре я надеюсь, что все повернется иначе. Ну, я тоже надеюсь, потому что вот лично я, когда выступал в прошлом году, и я знаю несколько ребят из нашей команды, вот мне очень нравилось, мне очень нравился Честерфилл, честно. Потому что смотришь всегда обзоры этой команды, смотришь, как она бьется. Именно вот по игре вашей в первом круге прошлого чемпионата я вам очень сильно симпатизировал. То есть больше такой команды в чемпионшипе не было, и тем интересно было с вами играть. То есть это команда, которая умеет, в принципе, атаковать, которая неплохо на тот момент времени оборонялась, и при этом достаточно корректно себя вела всегда на поле. Поэтому вот именно Честерфилл мне себя нравится. Ну, вам стоит пожелать только удачи. Я надеюсь, что у вас все получится, потому что вот я сейчас увидел таблицу, и Честерфилл проиграл как первый матч с ДАСС, причем с новичком, с Милолом. Так, сейчас у Милдона более сильным соперником. Я надеюсь, что это все-таки какие-то проблемы не вкатившегося Честерфилла в чемпионат. Может быть, по организации или по селекции, но я уверен, что в ближайшее время Честерфилл начнет показывать свою игру, ту, которую, во всяком случае, он демонстрировал в первом круге прошлого чемпионата. Милдон же остается поздравить только с действительно классной победой, с хорошо продуманной селекцией, но и, наверное, с какой-то определенной внесенной еще тренерской установкой, которая, наверное, тоже повлияла на общий исход. Поэтому отличный матч. Очень хорошо, что чемпионшип располагает таким подбором команд серьезных, которые выдают такие замечательные игры, за которыми приятно следить. Двигаемся дальше. На очереди матч Крю Александра Портсмут, который завершился со счетом 2-4 в пользу Портсмута. Давайте точно так же перейдем уже сейчас непосредственно к обзору, обсудим и разберем какие-то основные моменты. Итак, матч Крю Портсмут начался в очень серьезной борьбе. Кураль Лесов. Да, то есть Крю, я вижу, в определенной степени играет тем же составом, что и в прошлом сезоне. Возможно, какие-то точные позиции, изменения были произведены. И вот, собственно, то, что мы видим. Нападающий Портсмута открывает счет. Это Степанков, по-моему. Отличным ударом противоход. Это была контратака, очевидно. И Крю просто не добежал. Остается на штанге игрок, атакующий игрок Портсмута. И, соответственно, ударом противоход открывает счет в этом матче. Денис, вот по игре Крю, что можешь сказать именно по прошлому сезону? Ну и вот то, что ты видишь сейчас. По прошлому сезону в первом круге мы их выиграли 2-1. Они показали очень такой тактичный футбол. Я знаю, что ряд игроков играет за сборную в Шотландии. То есть, это говорит о чем-то, что команда на уровне, которая, понятно, будет биться за 3 призовых места в этом чемпионате. Ну и что и в том, как они бились в том чемпионате и в этом тоже. Ну, достаточно неплохо сбалансировано. Извините, я тебя перебью. Обрати внимание, потрясающий абсолютно дриблинг 88 номера Портсмута. И насколько важно, я хочу подметить именно этот момент, когда игрок на футбольном поле обыгрывает 1-2, не заиграться и отдать пас. То есть, ты идешь дальше, ты лезешь и в результате теряешь мяч. Нет, он не пожадничал, отдал мяч своему партнеру и Портсмут забил еще один мяч. А вот здесь очень интересный момент. То есть, когда нам видеооператор демонстрировал голенище игрока Портсмута, того же самого Степанкова, забивается мяч. Я, если честно, пожалел то, что не присутствовал на этой игре и не видел воочию этот гол. Что тут произошло? Что тут произошло, непонятно. Это просто, мне кажется, врата я тут взявнул, потому что, судя по его реакции, именно из-за этого, собственно, может быть, может быть. Но, мне кажется, может быть, из-за игрока не увидел. Не увидел просто момента розыгрыша, вполне возможно, он еще... Но он в прошлом голе тоже как-то потерял немного ворот. Да, 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 в том числе. Но и, заметьте, Крю. Крю не сдается. Крю играет. Вот забил второй, собственно, свой мяч. И продолжает атаковать. Ну, вот здесь дриблинг, там, десяточки Порсмута. Стоит добавить еще об одном моменте. Мы не увидели забитый мяч Порсмутом с пенальти. В этом обзоре его нету. Достаточно спорное было судейское решение. Но в итоге, действительно, игроки Порсмута этот пенальти реализовали. Это принесло им победу 2-4. Вообще, вот говоря об этом моменте и в целом о судействе, вот за эти два тура, что можешь сказать, Арсен? Я вот начну именно с тебя, как с тренера, то есть человек, который видит всю игру с бровки. Есть ли какие-то вопросы? Ну, за проведенные два тура лично у меня никаких вопросов к судейству нет. То есть я считаю, что вполне нормально, адекватно судя, что в первом нашем матче, что во втором матче, не давал накалу как-то перерасти в какую-то грубость. грязную игру и как бы, ну, пытался контролировать матчи. То есть ход игры не менял. То есть его не было, так скажем, заметно. Это самое главное для судей. Да, это самое основное. Денис, и твое мнение мне тоже очень интересно на этот счет. С чем то, что вы проиграли два матча. Есть ли какие-то вопросы к судейству? Я все равно поддерживаю абсолютно, на мой взгляд, адекватное судейство. Несмотря на то, что я знаю, наш матч с Умным Булдоном судил, судья, на которого много жалоб. Ну, тем не менее, я ничего не заметил. А как, вот, я не обратил просто внимания даже на самом деле на судью, кто ваш матч обслуживал. Ну, я не скажу, как его зовут. Мужчина уже в возрасте. А, да, да, да. Я понял. Я, видимо, догадываюсь, о ком ты идешь, о ком ты говоришь. Что много жалоб на него. Но именно в вашем матче, то есть, было все, я посмотрел без каких-то дат. У нас была довольно-таки такая жесткая игра, и, ну, судья старался баланс держать, и, ну, все было по-честному. Ну, я понял. Дело в том, что этот же судья осудил наш матч в этом туре, да, команда Батафога. Там, в принципе, тоже особых вопросов не было, за исключением, наверное, одного момента, одного эпизода, когда я был на Бровке, наблюдал этот момент, там мяч до, наверное, линии аута. Оставалось какое-то пространство, и почему-то слышно было аут. Но у нас игра, дело в том, что была похожа на ваши точки зрения борьбы, ее обилие, ну, достаточно, там, в целом все было адекватно. Хорошо, давайте двигаться дальше. Обсудим новичка, новичка лиги, новичка чемпионшипа, команду Миллоу. Она играла, принимала команду Брайтон, команду Закаленную, команду с общепризнанным капитаном, да, Александр Миронов, выводил своих подопечных, и, собственно, давайте посмотрим, что из этого получилось в обзоре. Итак, Миллоу Бартсли, итоговый счет 2-1. Денис, естественно, начнем мы обсуждение это с твоего комментария, потому что вы играли с синими, и кому как не тебе рассказать об их игре, об их стиле, что они вообще представляют? Новички чемпионата пытаются, пытаются играть в красивый футбол, очень растягивают игру по флангам. Ну, именно, если взять... Здесь не засчитали гол, да, я так смотрю, Брайтона? С нами, мне кажется, им было намного сложнее играть, чем с Брайтоном, потому что у нас атакующий футбол. Ну, Брайтон, опять же, он, Александр Миронов, там, установку дает такую... Честно, не скажу, какую. Ну, я думаю, от обороны. Ну, я думаю, что он дает установку, это, наверное, самое главное, да, потому что... Хорошо, когда она есть. Ну, вот здесь Милол забивает, собственно, уже второй мяч, блестящая подача. Сумел игрок нападения снизу и сверху в зеленом, который... Да, он очень сливается, у меня шапка, он, наверное, под бутсы подбирал. Сумел принять мяч, обработать и тактично переправить в ворот, а вот здесь вот как раз мы наблюдаем грубую игру, очень грубую, и разыгрывает штрафной Брайтон, но из-за этого он, насколько я понимаю, ничего извлечь не сможет, хотя вот пропил достаточно опасно. Ну, много было как раз разговоров насчет этой игры в плане того, что была очень грубая игра со стороны Милолова. Да, и ведь здесь... Как раз Александр жаловался на это. Да, 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 и здесь, Арсен, по-моему, даже удаление было. А вот не вот этот момент, да? Вот, да, да, да. Это вторая желтая, да, я так понимаю? Прямая, прямая красная. Прямая красная, прямая красная, после которого удаляется игрок Милола и, соответственно, Брайтон, да, смог здесь забить. Но что, времени хватило Брайтону, ведь они, мне кажется, могли бы отыграться в этом матче. Мне вот в Александре нравится то, что для него каждая игра, как для капитана команды, это как последняя игра, и... А вот смотри, там за воротами видел, радовался не он ли, потому что я его на поле как раз сейчас не увидел. Не знаю, может, это... Он очень сильно переживает. Да, он очень сильно переживает. У меня выступал мой младший брат Дмитрий, который сейчас играет с ним за Панафога, как раз в прошлом именно чемпионате за Брайтон, да. Ему, в принципе, нравилась атмосфера. Удивительно, я знаю, у меня вот есть инсайт о том, что, ну, достаточно большое количество игроков Брайтона после прошлого чемпионата, ну, как-то, что ли, подразошлись по командам, по другим лигам, кто-то завершил. И насколько важно иметь капитана такого в команде, ведь он собрал команду, ну, не то чтобы с нуля, но очень много там обновлений. Очень много обновлений. И в этом плане, мне кажется, абсолютно справедливо, по результатам прошлого сезона ему, да, присудили название капитана, лучшего капитана. Вот. Собственно, как-то вот так вот. Ну, посмотрим. Интересно наблюдать всегда за новичками, тем более... У нас, как раз, следующая игра с Милолом. Тем более у вас игра с Милолом. Ну, мы играли еще, будучи Оксфордом, месяц назад, полтора месяца назад, переходной матч Оксфорд-Милол. Ну, мы их обыграли, но сейчас, я смотрю, они гораздо крепче. Не потому, что их соперники другие, а потому, что они немного более организованно стали. Я посмотрел более там расширенный обзор. И действительно, можно сказать о том, что команда укрепилась. Как, ну, в первую очередь, наверное, с точки зрения вот этой креативы, игры в обороне и так далее. Поэтому посмотрим. Сейчас Милол занимает одно из ведущих мест. У них 6 очков после двух туров. Да, наряду с, там, по-моему, Лидс, Портсмод, вот Милол. И еще четвертая команда, Уимбилдон, занимает, да, они делят, можно сказать, себе первое место. Но посмотрим, как это будет развиваться. Я надеюсь, то, что запал Милолу не спадет. И как раз тем самым будет интересно наблюдать за игрой Уимбилдона в следующем туре. Так, друзья, идем дальше. Собственно, обсудим матчи уже в режиме нашего, нашей интерактивной такой более беседы. Без обзора. Подробные обзоры будут готовы у нас. Чуть позже они выйдут след за нашей аналитической передачей. Итак, вот игра Вестхэм. Вестхэм Астон Вилла. Вестхэм Астон Вилла. Общий счет 6-1. Я думаю, вам обоим знакомы прекрасно. Обе команды. Поэтому, ну вот по счету, я, если честно, удивлен. Потому что Астон Вилла. Я помню, да, Денис, наверное, помнишь, они играли в начале прошлого сезона постоянно в ничьи. Там 1-1, 1-1 постоянно. Делали ставки. И мы сыграли Оксфордом 1-1 с ними. Это был один из самых тяжелейших матчей нашего первого круга. Самая стабильная команда. Да, они играли очень стабильно, но потом все равно посыпались отчасти. Но 6-1. 6-1 это разгром. Это разгром, причем очень серьезный. Можно, кто забил. Я думаю, что у Вестхэма, там, наверное, фамилия Сухорученков, она через каждый... Интересно. В лучшем случае, в лучшем случае, да. Поэтому, да, дубль, дубль Сухорученко. Ну, кто бы в этом сомневался, в принципе, очевидно. И, наверное, там очередные дальние удары и так далее присутствуют. Вестхэм тоже очень сильно прогрессирует. Сухорученко очень взялся за команду. Еще было понятно по прошлому сезону. А сейчас, я думаю, что они тоже будут бороться за тройку. Да, да, я согласен. У них тоже новые игроки, там, за обувь, по-моему, не было. Да, у них тоже была проведена определенная селекция. Я смотрел даже их заявку на этот сезон. Там появились новые фамилии, это совершенно точно. Ну, посмотрим, что будет. Потому что в первом туре им не удалось одержать победу. Вот вообще, кстати, Арсен, вы встречались с Вестхэмом по прошлому чемпионату? Мы с Вестхэмом играли, наверное, три товарищеские игры. Это в перерыве сейчас, да? Нет, это вот когда мы только пришли в чемпионат. Потом мы с Вестхэмом играли игру в чемпионате. В рамках. В рамках. И играли в зимнюю кубку. Слушай, так ты специалист по Вестхэму. Специалист по Вестхэму молчит и ничего не говорит. Но, подожди, а вот напомни, ваша игра вообще именно с Вестхэмом, каким счетом она завершилась в втором круге чемпионата? По-моему, это было 3-0 или 3-1, что-то вот такое. Я точно не помню. Я помню, что там было пенальти. Вначале Вестхэм бил, Сухорученко бил и вратарь наш отбил. И после этого игра поменяла ход. И нам удалось забить. По-моему, даже с углового один гол мы забили. И потом вы уже затащили. И да, и получилось, чтобы нас выиграть эту игру вот так. В чемпионате мы выиграли, а в зимнем кубке мы проиграли им довольно-таки там тоже 3. Первые забили и проиграли там 4-1, по-моему, что-то такое. То есть мы там серьезно проиграли. Да, это был серьезный матч. Но это по Астон Вилли. Меня, на самом деле, всегда команда удивляла. Потому что я не видел такого, чтобы у них там не приехал состав. Во всяком случае, с нами так было в обеих кругах. В каждом из наших противостояний в прошлом чемпионате они очень достойно выступали. Но чего-то не хватает. Не сказать, что это проходная команда. Никак не сказать. Они дают борьбу каждому. Они с Крюс играли 2-3. Да, они с Крюс играли 2-3. В первом туле. И удивительно тем самым вот этот результат. Ну, посмотрим. Мы пожелаем каждой из команд удачи. И посмотрим, как будет развиваться ситуация именно с Вестхэмом и Астон Виллой. Итак, на очереди у нас следующее противостояние. Команда Лидс-Норвич. Счет 7-0. Вообще, Норвич, я так понимаю, он особо не отличается от Норвича прошлого чемпионата. Да? Как вы считаете? Ну, я вообще, да, ничего не смогу сказать про Норвич. Потому что как-то у нас была с ними игра, и они, по-моему, даже состав не собрали. Мы поиграли так свой футбол и записали техническое поражение. Ну, да. Больше я их не видел и не слышал об этой команде ничего. Сейчас они вновь заявились. Но графа пропущенной мячей у них постоянно пополнялась, да? Да. Ну, а что сказать по поводу Лидса? Ну, Лидса – это крепкая команда. И я просто помню о том, что мы в противостоянии с Лидсом, мы сгорели. Мы сгорели, по-моему, со счетом 2-0. У нас, да, можно в качестве такого оправдания привести то, что у нас тогда не набрался состав. Именно мы начинали вообще, по-моему, игру восьмером без замен. Я точно уже не помню. Помню вот этот вот результат. Помню нашу совершенно отвратительную игру. Хотя у нас были моменты. Но после того, как Лидс забил один мяч, они как-то очень слаженно и грамотно играли в обороне. И впоследствии мы пропустили, по-моему, на контратаке второй мяч уже. И, по сути, там шансов он нам, я имею в виду, Лидс уже никаких не оставил. Арсен, вы играли с Лидсом, если я не ошибаюсь, и вы, по-моему, выиграли. Выиграли. Вот 2-1, да? То есть что-то такое-то... Ну, да. Тяжелая игра была тоже. Они обороняются достаточно хорошо, слаженно. То есть они играют в основном от обороны. И со всеми командами, которые играют от обороны достаточно тяжело. Которые умеют играть от обороны, с ними тяжело играть. Потому что взламывать оборону намного тяжелее, чем играть на контратаку. Это всегда так. Да, я согласен. Но на самом деле вот сейчас Лидс выигрывает 2 матча, набирает 6 очков. Находится на вершине турнирной таблицы. Делит с вами, в том числе, первую строчку. Ты считаешь Лидс основным конкурентом за чемпионство? Я не говорю обязательно предметно к Вымбелдону, а вообще в принципе. Или это все-таки... Да, я считаю, что Лидс может вполне побороться за первую строчку. И так же, как и Портсмут, я тоже посмотрел обзор. И я вижу, что у ребят там много новых игроков. Сильных, интересных. Порядка 10 команд. Порядка 10 команд. Претендует. Претендует в этом сезоне на чемпионство. Но на самом деле очень интересный чемпионшип в этом году по подбору. То есть, вот если бы там осталось и Ковентри остался. Хотя он, конечно, очень прекрасно в стиле выиграл прошлые розыгрыши. Ковентри остался. То есть, в этом году ушли две команды, которые заняли два места в верхней части таблицы. И, соответственно, по сути-то, каким-то новым коллективом. Знаете, как бывает? Приходит какой-то новый коллектив. Который совершенно не изучен. Совершенно новый. Но при этом показывает хорошую игру. И все думают, ой, надо посмотреть, как они будут играть. Как будет развиваться игра. Здесь такого нет. Почему? Потому что играют все команды, которые выступали в прошлом сезоне. Плюс пришел Милу. Команда из первой лиги тоже, в принципе, известная. И тем самым, да, ну еще Честер. Честер, да, в том числе. И тем самым очень интересна борьба. Поэтому будем следить за чемпионшипом. Будем следить за тем, как он будет развиваться. И за тем, как будут показывать, какие результаты будут показывать команды. Мы же переходим к следующему матчу, который на основной части затронул. Это Возбром и Честер. Победа Честера 0-2. Вообще, по Возброму. Возбром его не было. У нас в последней части вообще не было. Да, его не было в прошлом розыгрыше. И равно как, в общем-то, и Честера не было в чемпионшипе в прошлом году. Поэтому, вот, какие-то, может быть, буквально такие, вкратце, комментарии о том, как могут, на что могут претендовать эти команды. Видели ли их игры. И что вообще можно, собственно, ожидать. Ну, допустим, мы возьмем, да, наверное, Честер первой командой. По Честеру, если честно, вообще ничего не могу сказать. Я вот знаю Возбромич, потому что они играли в ЛФЛ тоже на Западе, так же, как и мы. И они играли достаточно, там, по-моему, чуть ли не во втором дивизионе. То есть команда была... Ну, это серьезно вы? Да, это, то есть, там, по-моему, не во второй дивизиона, может быть, и первой дивизион. Я точно не помню. То есть, там была команда с дублем. Вот, и, как бы, игроки, которые... Я узнал игроков, которые там играли. Поскольку у нас тоже некоторые ребята играли в этом клубе. Вот. И, как бы, для меня, я, честно, по удивлению, то, что Честер выиграл 2-0 так спокойно. Ну, тогда страшно представить силу Честера, если Возбромич выступал в верхних дивизионах, да, ЛФЛ, и поэтому, да, Денис. Честер всегда приезжает с группой поддержки, я заметил, на матч. Это женщины? Это и женщины, это ребята с флагом, все в синих цветах. Ничего себе. Да, ну, мне кажется, это тоже как-то помогает команде. Ну, и плюс, я, честно, не наблюдал прям за игрой тщательно. Ну, пару обзоров я видел. Ребята могут, я думаю, в зависимости от состава, если получается собрать оптимальный состав. То есть, Честер, это, в принципе, конкурент, да, в том числе за борьбу. Но ты достаточно большое количество команд обозначил в качестве претендентов за чемпионство. Я думаю, что здесь все может повернуться иначе. Все может? Да. Да, да. Я на самом деле согласен с тобой. Будем следить также за развитием чемпионата и, в частности, за новичками в изброме Честер. Матч завершился со счетом 0-2. Набирает Честер в этом матче 3 очка. Да, посмотрим за дальнейшим прогрессом. Очень важно, конечно, пожелать игрокам Честеру удачи. И чтобы они не забавляли, продолжали в том же духе играть, собираться на игры и, соответственно, одерживать победы. Идем дальше. У нас осталось, собственно, один матч, который мы еще с вами не разобрали. Это Олдхэмп Портвейл, то есть команды, которые играли в прошлом чемпионате, которые мы очень хорошо с вами знаем все троем. Тем удивительной для меня была победа Портвейла. Честно вам скажу, потому что Портвейл – команда, которая играла, по-моему, даже в зимнем кубке или где-то вот она заявлялась у нас в межсезонье. Я помню, мы играли второй тур и у нас был удален игрок. Мы выиграли этот матч 1-0, но там был в самом начале, потому что забит мяч, и мы просто, по сути, конечно, отстаивали этот счет. Нам было очень сложно, очень тяжело играть, но Портвейл всегда собирается. Портвейл всегда собирается. Играла команду, конечно, не самым сильным образом. Это даже, по-моему, они не заняли, да, там они не были середняком, да, Денис, по-моему, по прошлому сезону. А в этот раз они обыгрывают Олдхэм. Это, на мой взгляд, достаточно серьезно. Портвейл на данный момент единственная команда, которую нам не удалось забить. А как вы с каким счетом сыграли? 2-0 мы проиграли. 2-0 вы проиграли вот тогда, в втором круге прошлого чемпионата. Да, хорошо. Денис, ну, расскажи нам тогда про Олдхэм вообще, хотя бы вкратце. Ну, Олдхэм вкратце хорошая команда, но играют они не очень стабильно. Они могут выиграть 5-1 и проиграть также 5-1. И вот так вот матч за матчем чередуется, и вообще непредсказуемые результаты. Вот. В этом матче, я думаю, все-таки Портвейл усилился в этом сезоне. Ну, очевидно. Очевидно, очевидно. А Олдхэм просто еще пока не нашел свою игру. Хотя, если взять нашу команду, то с Портвейлом мы играем спокойно, мы их вообще не боимся. Мы два матча уверенно их выиграли. А вот с Олдхэмом нам пришлось попотеть. И при том, во втором круге они заставили нас задуматься. Поэтому команда очень... Да, команда очень интересная. Очень интересная. Ну, Олдхэм потерял своего ключевого нападающего, насколько я понимаю. Там у них, я помню, бегал... Какой-нибудь, десяточка, да? Нет, не помню. Я не помню просто номер, вот точно. Я помню, что нам забивал. Забивал. Да-да-да-да-да-да. Я помню, что этот игрок. Игрок сборной тоже. Да, и насколько я понял, он... А где он оказался? Ну, он защищает Родину сейчас, как я понимаю. А, защищает Родину. То есть, в принципе, к следующему... Спасибо. К следующему розыгрышу мы его планируем увидеть. Но мы вообще от Олдхэма... Вот Денис говорит, что команда опасная. Она не опасная, она... Олдхэм нас лишила чемпионства. На секундочку. Мы сыграли ничью 2-2 с Олдхэмом. Это дало возможность Ковентри нас обойти. И таким образом... Таким образом чемпионат был отдан. Именно благодаря Олдхэму. Хотя и они, в свою очередь, отняли очки у Ковентри. И нескольными турами раньше мы думали, господи, какие же они молодцы. И спасибо Олдхэму. Но, да, недолго наша песенка играла. Что ж, друзья мои, мы прошли по всем матчам. Обсудили и проанализировали этот тур. И мне, собственно, остается задать вам только один последний вопрос. Мы обязательно, я думаю, соберемся с вами. В том числе вот в таком же составе. Ближе к концу чемпионата. Поэтому сейчас сыграно всего два тура. Но так как вы люди чемпионата уже знающие, я хотел бы вас обозначить вот тройку команд, которые... Ну вот, финишная тройка, да. Вот первое, второе, третье место. С вашего точки зрения, кто займет эти места? Какие команды? Какие коллективы? Ну, давай начнем мы, наверное, с Арсена в этот раз. Давайте. Ну, то есть надо прям по позициям или просто... Нет, давай по позициям. Я думаю, это очень сложно. Я думаю, в принципе, тройку, а там уж как пойдет. Это будет записано. И вот, я думаю, мы сопоставим эти факты с тем, что будет в конце чемпионата. Ну, я думаю, Вымолдон. Ну, кто бы сомневался. Ну, да. Весхон. И мне все-таки кажется, Портсман, потому что по их игре, мне кажется, они смогут вступить. Но лиц здесь не окажется. Или он где-то будет на подступах. На подступах. Все отлично. Все, Портсман сказать, на подступах. Вот. Хорошо, окей, принято. Я бы даже сказал, записано, да, вот как дубль. Так, Денис, ну, а твое мнение на этот счет? Я думаю, что это будет Честерфилд в первую очередь. Ну, это прям совсем первую? То есть, чтобы понимать. Мы будем к этому стремиться. Я думаю, у нас все получится. Несомненно, Уимблдон. И третья команда, я думаю, это будет Крю Александра. Вот так. Очень интересно. Практически полностью разошлись ваши ожидания. Ваши, да, ожидания по результату чемпионата. Ну, наверное, команды покажут свою игру, а наши уважаемые гости имеют право на свое собственное мнение. Тем интереснее будет следить за этим чемпионатом. Что ж, друзья, спасибо вам. Спасибо всем тем, кто смотрел наш сегодняшний обзор, обзор чемпионшипа. У меня были в гостях Арсен Агабеков и Денис Панков. Спасибо вам, ребята. И до новых встреч на полях Англии. Спасибо. До встречи. Друзья, мы продолжаем. На очереди первая лига Англии. У меня в гостях представители команды новичка, команды Брэндфорд. Это капитан команды Данила Старков и игрок команды Брэндфорд Кирилл Семенюк. Привет, ребята. Здравствуйте. Ребят, интересно было ваше появление в Англии. Наверное, имеет смысл, Данил, рассказать тебе о том, как вы пришли к тому, что создал ты свою команду, заявились вы в первую лигу, потому что я знаю, что ты, собственно, играл за Брэйтон в чемпионшипе. Да, поэтому расскажи, как это пришло к тебе. Ну, отыграли сезон за Брэйтон, конечно же. Мне там, правда сказать, очень понравилось играть. Но вот захотелось попробовать себя как-то выше на должности капитана. Захотели создать свою команду. Сразу скажу, наша команда, мы все давно друг друга знаем. с института, вместе учимся. И решили попробовать в первую лигу, как мы будем выглядеть. Ну, мне кажется, у вас неплохо это пока получается. Ну, пока, да, стараемся. Я вообще первый раз на должности капитана. Во всяком случае. А вот, собственно, команду, из кого собрана команда, кто представлен в команде? То есть я знаю, что у вас достаточно серьезные ребята бегают. Представители диссшор, там вот вышедшие, прошедшие вот школу, да, какую-то определенную футбольную. У нас химки есть. То есть у вас играют, можно сказать, профессионалы, полупрофессионалы. Можно так сказать. Забытые. 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 Но команда, я так понимаю, в целом молодая у вас. Молодая. С нет возрастных игроков. То есть достаточно резкая, активная. И, собственно говоря, я думаю, можно уже перейти непосредственно к первому матчу. Играли вы в гостях с Честером Бе. Завершился этот матч со счетом 0-3. Но вот я, наверное, спрошу у Кирилла. Кирилл, ты был на этом матче? Ты участвовал в этом матче? Расскажи, как проходила эта встреча? Насколько, собственно, интересно вам было играть? Насколько силен соперник? Ну, что вообще по игре можно сказать-то? Да, начали достаточно неплохо. Даже, можно сказать, бодро. Противник сразу начал играть от обороны. Это было видно с первых минут. Потому что он нам позволял очень много в их штрафной создавать. Мы с первых минут просто уже тотально достаточно начали их поджимать, так сказать. Было неоднократно много фолов. А фолов с их стороны? Да, безусловно. С их стороны и с нашей. Но как-то без карточек. То есть достаточно такие фолы были несерьезные. Вот. Ну, по игре вообще... Ну, в целом, я так понимаю, там игра складывалась именно с вашим достаточно серьезным преимуществом. Ну, давай я, наверное, добавлюсь. Да. Мы играли, тотально перевешивали команду по уровню. Не забили очень много своих моментов, хотел бы рассказать. Мы должны были, наверное, мячей 10 забивать точно. Но не получилось с реализацией, есть пока проблемы. Насчет защиты я уверен. Второй матч на ноль. Стараемся. Как бы сзади всегда должно быть на ноль. Вот. По игре я хочу сказать, что Честер Б выбрал неправильную тактику против нас. Играть от защиты это было ихней ошибкой. Их ошибкой. Да, но мы не будем раскрывать все наши карты, конечно. Ну, это правильно. Это правильно. Потому что у вас еще долгий путь, и в первой лиге вам долго играть, да, Даня? Я бы хотел пожелать Честеру, чтобы они не играли от обороны. У них есть класс нападающих. И чтобы они раскрылись. Отлично, да. Безусловно, чтобы они меняли какую-то, не знаю, тактику свою, схему игру. Ну, я думаю, что, да, команда прислушивается к этому в любом случае, даже исходя из, в принципе, вот той игры, которую они сами видели, из того количества моментов, которые у их ворот возникало. Я уверен, что они обязательно сделают какие-то выводы. 0-3, поздравляю, у вас это первая победа в первой лиге, да, потому что вы, у вас уже шесть очков. Да, с Оксфордом. Да, у вас же была игра с Оксфордом, извини. Соответственно, шесть очков, Брэндфорд в лидирующей верхней части, да, таблицы находится. Хотя, я так понимаю, что если вы наколотили там вот 10 мячей, о которых Даня говорит, там вы бы занимали, наверное, первую строчку. Окей, удачи вам, ребята. Я надеюсь, что в следующем году уже подниметесь на ступеньку выше и, соответственно, будете выступать в чемпионшипе. Идем дальше. У нас есть обзор следующего матча. Это матч Чарльтон Уиган, который игрался у нас на поле стадиона Кунцева. Счет матча 1-4. Давайте смотреть обзор и уже непосредственно обсуждать этот матч. Итак, Чарльтон принимал Уиган. Смотрим, что происходило в этом матче. Достаточно активно начал Чарльтон. Да, были у них атаки интересные. Первый момент уже. Да, и первый гол. То есть сразу же команда открыла счет в этом матче. Дань, что можешь сказать вообще о Чарльтоне и, собственно, об этой игре? Ну, вот, собственно, я сейчас смотрю первый момент. Я так понял, это один момент, один гол. Защита. Безусловно, да. По защите пока что я бы дал оценку плохо. Ну, хотя вот... Защита Уигана, да? Да, вот хороший гол Уигана. Соответственно, нападение... Не без удачи, мне кажется, потому что мяч так отскочил. Да нет, он бабахнул так бабахнул. Ну, да, он отбил очень неплохо, но там из борьбы выскочил этот мяч. И зевнул, явно здесь зевнула пятерочка Чарльтона, которая упустила, собственно. Да. Но это уже эпизоды второго тайма. Мы смотрим, как два, по сути, два человека сейчас обыграли всю защиту. Да, Чарльтона. И, соответственно, только чудом этот мяч не залетел в ворота. Уиган по игре доминировал. Это безусловно. Да, безусловно. Вот, собственно, и второй мяч. И какая-то дезмораль уже пошла у Чарльтона. Потому что уже вот видно то, что пропускает, не добегает как-то. Ну, да. Я бы даже сказал, пятится к воротам. То есть, мяч отлетает, а не отходит. Ну, устали, наверное, да, ребята. Это уже потому что эпизоды второго тайма. И, соответственно, я думаю, что психологически команда тоже была надломлена. Ой, прекрасный момент. Прекрасный момент. Замыкает. Опять же, вот защита. Да. Потому что один стоял игрок Уигана. Навешивает с бровки партнер. И здесь не составило труда, мне кажется, ему замкнуть штангу. Чуть-чуть взявнул, не увидел сзади игрока. И вот, собственно, то, чем эта игра заканчивается. Четвертый мяч забивает Уиган. Игра была все-таки, как вы считаете, ребята, на психологии больше? Или Уиган действительно более мастеровитая команда, которая, собственно, обыграла соперника своего? Я думаю, на психологии как бы... То есть Чарльтон посыпался, да? При счете 1-0 Чарльтон еще как-то старался давить, смотрели, видели. А вот при счете уже 3-1, мне кажется, команда на дизморале поймалась. На дизморале и уже, соответственно, ничего не смогла противопоставить более мотивированному и заточенному на результат соперника. Ну и Уиган, соответственно, поопытнее по видео. Ну да, мы видим то, что техничные игроки, они двигаются. Там у нас обязательно будет более обширный обзор этого матча. И я думаю, можно будет увидеть еще ряд интереснейших моментов, которые присутствуют здесь в этой игре. Но вот мне почему-то вспоминается еще раз третий гол, да, при полнейшем попустительстве игроков Чарльтона. То есть Уиган забивает. Мне кажется, здесь даже дело не только психологии, а победа Уигана, она была очевидна при данных раскладах. Ну и над защитой Чарльтона можно поработать. Ну, я думаю, что интересно будет понаблюдать вашу игру, игру Брэнфорда с Уиганом. То есть, ну, как минимум по движению, по тому, что получится. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Идем дальше. Следующий матч, который мы сейчас обязательно с вами обсудим. Это матч команды Болтон Рейдинг. Здесь не такой большой разрыв в счете был. Закончилась игра 1-2 со счетом Болтона. Ой, со счетом Рейдинга, извините. И, соответственно, давайте смотреть обзор и обсуждать уже непосредственно результат этого матча. Итак, Болтон Рейдинг. Боевая достаточно игра, во всяком случае, по счету. Давайте смотреть, что здесь происходило. Начинается матч с атак Болтона. Завершаются они, собственно, вот таким ничем, прямо скажем. А здесь, собственно, мы видим великолепнейший удар футболиста Рейдинга. Да, Данил. Да, нападающий неплохо уграл защитника. И, естественно, проедал удар. Да, и не берущийся удар, конечно же. Да, действительно, удар был очень хороший, удар поставленный. Но и здесь, заметьте, то есть второй мяч забивает Рейдинг также из-за штрафной прекрасным дальним ударом. И еще мяч, как любит, наверное, Роналду, бьется об газон. И, соответственно, затрудняет вратарю возможность его отразить. А вот и Болтон. Да, но Болтон, заметьте, не сдается. Болтон атакуется, сдает момент. Был отличный прострел, который не удалось замкнуть на дальние штанги. И еще один момент. Уже здесь мы наблюдаем, что это момент, например, второго тайма. Соответственно, проходит он в атаках Болтона. Но вот игра на Буревестнике. Меня, на самом деле, удивляет счет небольшой. То есть, если счет небольшой, то можно сказать, наверное, о том, что команда более-менее равна по самому уровню. Болтон не сдался все равно до конца. Болтон продолжил играть. Да, и вот мы видим игрока. Явно не в клубных цветах. Забивает свой гол. Но и, заметьте, да, Рейдинг тоже не прочь увеличить свое преимущество. Нет, это интересное противостояние. Противостояние, я считаю, достойнейших команд. Наверное, побольше момента было у Рейдинга. Да, особенно потому, что мы видим. Вот ошибся очень сильно в Рейдинге. Но здесь не хватило мастерству футболисту Рейдинга для того, чтобы забить третий мяч. Наверное, здесь имеет смысл сказать еще также о том, что команды также будут претендовать на явную верхнюю часть турнирной таблицы. Во всяком случае, за Рейдинг точно можно так сказать. Дань, вот по этой непосредственной игре очень интересное мнение твое на предмет Рейдинга. Вот потому, что ты видел. Рейдинг, вот я смотрю, очень хорошая команда. Очень много атакуют, бьют поворотом. Чаще всего забивают, даже с дальних позиций. Даже вот этот удар по перекладине. Надо будет сконцентрироваться на них и не давать им бить поворотом ни в коем случае. Ну, это как, если будет с нами игра у них. Вот, Рейдинг. Очень, повторюсь, очень хорошая команда. И, наверное, они будут занимать в первой пятерке точно. Ну, я на самом деле согласен с тобой. Да, а вот, Кирилл, по поводу Рейдинга еще буквально пару слов. Ну, команда не боится играть в открытую. То есть, они атакуют. Они стараются как можно чаще делать какие-то опасные моменты. То есть, достаточно много борьбы. Вот мы увидели... Мне кажется, они смогут войти даже в тройку. Если будут играть так же, как Болтон. Еще после зимних травм находятся в лазерете. Ну, посмотрим. Я уверен, что будет интересная борьба. Мы двигаемся дальше. Матч команд Шеффилд-Оксфорд. 1-1 закончился этот матч. Мы их разберем уже в нашем с вами непосредственном диалоге. Без обзора Шеффилд-Оксфорд. Оксфорд потерпел у нас поражение от команды Брэнфорд в первом туре. И вот теперь играет 1-1 с Шеффилдом. Исходя из этого, мы можем как-то определить уровень вот с вами Шеффилда команды? Что, Даня, вот ты знаешь про эту команду? Сейчас, говоря, Шеффилд не смотрел ничего про них. Не обращал даже пока что внимания на первых турах. Но давайте я, наверное, про Оксфорд расскажу. У нас была с ними игра. 1-1 для меня это очень шокирующий результат. Потому что Оксфорд, команда довольно сильная. Мы смогли минимально их выиграть. И было очень тяжело. Очень много борьбы, очень много. Эмоционально Оксфорд чуть-чуть не сдержан. Ну, я думаю, какая-то все-таки проблема в реализации у вас тоже была и в том матче. Потому что я знаю об этом матче. Мне рассказывали очевидцы о том, как играл новичок. Речь вот про вас шла. И тем был удивительный результат. Я скажу, что мы как бы играли до последних минут. Никогда нельзя было расслабляться. Не расслаблялись вообще. Да. Ну, наверное, это такие середняки будущей лиги. Кирилл, ты играл? Да, ты играл вот в первом туре. Что вот по Оксфорд был? Там такой момент был очень смешной. Когда гол забивали, получается, шел прострел с правого фланга. И получается на линии ворот уже мяч. Я, получается, вперед делаю движение. Мяч ударяется о мою пятку. И отскакиваю Даниль, и он забивает гол. То есть, вот такой моментик. Ну, это наигранная комбинация брендера, да, мне кажется. Ну, посмотрим, как будет, какое развитие у этих команд. Что их ждет в чемпионате. Будем отталкиваться уже непосредственно от тех результатов, которые они нам показывают и демонстрируют. Сейчас же мы переходим к нашему следующему матчу. Матчу Хал с Кантерп. Вот здесь зафиксирована очередная ничья, но уже с более таким крупным счетом. С счетом 4-4. Данил, вот по Халу вообще видел ли ты эту команду? И есть ли какие-то ожидания? Что можно ожидать от нее в этом сезоне? Я вот слышал то, что есть Хал, он играет в АПЛ, да? Ну, это Хал, Хал, это Халлище. Вот они как-то сотрудничают, зависит от Хал-Б и Хал. От них можно как-то сотрудничать? Ты знаешь, насколько я знаю, здесь Хал не играет как дублирующий Хал. То есть это своя команда. Да, я отчасти могу ошибаться, но, насколько я знаю, этот Хал не имеет отношения к Халу и премьер-лиге. Ну, по словам многих, Хал очень сильная команда, и мы на них настраиваемся прям как игра за 6 очков, я бы даже сказал, потому что у нас это будет очень сильная игра. Мне уже сообщили, что очень сильные игроки, очень сильные атакующие игроки. Достаточно сыгранные команды. Да, и будет очень тяжело с ними играть. Ну, это будет битва, однозначно, да. Но, наверное, тоже самое можно сказать и про Скантроп, да? То есть команда, которая играет с ними в ничью. Можно, не можно, я, честно говоря, не знаю. Я тоже, для меня это первая команда тоже. Мы новички, еще не встречались, даже не видел их игры с Контроп. Ну, по счету 4-4, думаю, они тоже не уступают уровню Халла, и будет очень интересно. Будет так, Кирилл. Мне вот тоже хочу чуть-чуть добавить. Мне кажется, тоже будет очень интересный матч. Вот у нас с Арсеналом достаточно неплохой у них состав, мне кажется. Потому что по некоторым играм можно уже судить, потому что они сейчас на лидирующей позиции вроде бы. Вот, и мне кажется, будет безумная битва, потому что сойдутся две достаточно сильные команды. Ну, на Арсенал мы тоже наслышали то, что... Ну, безусловно. Но Арсенал, это имеет прямое отношение к Арсеналу из Премьер-лиги, безусловно, конечно. Они играли матч свой как раз на наших глазах. Именно Арсенал-Бесса, командой Блэкпул. Там было очень интересно. Мы сейчас к нему повернемся. И, кстати, завершая обсуждение этого матча, я думаю, что можно резюмировать тем, сказав о том, что все-таки это ваши прямые конкуренты. То есть, если мы вас ставим вверху, то это те команды, с которыми вам придется непосредственно за первую строчку биться, бороться. Вот, посмотрим, посмотрим, как это будет выглядеть. Идем дальше. И, собственно, остается у нас два матча. Оставим Арсенал напоследок. Так, а сейчас обсудим матч Дерби, предпоследний Дерби Роттерхэм. Счет 8-2 в этом матче. Вообще разгром по Дерби. Видели ли обзор? Уже смотрели, потому что он есть. И вообще о команде Дерби. Буквально пару слов, потому что, ну, такого результата. Дерби у нас следующий тур из Дерби. И мы на них, наверное... Да, но я думаю, что зная результат, вы как минимум настроитесь на эту команду. Мы уже начинаем настраиваться. У нас вот буквально через 5 дней, грубо говоря, игра, надо посерьезнее отнестись к ней. Партнер мой из команды, у него там есть друзья как раз-таки из Дерби. То есть составчик у них будет здоров. Ну, состав у них тоже, я так понимаю, отвечает определенным стандартам. Да, тоже молодые ребята говорят. Да. По Роттерхэму мы обязательно разберем еще в наших следующих выпусках их игру, их тактику на матч, их результаты. Пока же нам остается последить только за их выступлениями. Следующий матч в следующем туре играет Бренд Варс Дерби. Я думаю, что это будет одна из центральных игр, если не сказать, что центральная. Потому что команда на очень хорошем ходу и тем будет интереснее следить за вами. Следить за вами и, соответственно, эти матчи уже впоследствии анализировать и обсуждать. Ну, а мы завершаем наш выпуск последним матчем. Матчем команд Арсенал-Б Блэкпул. Счет в этом матче 3-0. Я видел эту игру. Я вам могу сказать вкратце. По Арсеналу-Б это на 50% где-то команда премьеры лиги. Потому что Максим Симонов, мы с ним обсуждали в прошлой игре, его Арсенал. И то, как они играют, выступают и в премьер-лиге, и в Лиге 1. Они переодеваются и играют после своего матча в Лиге 1. Но, конечно, не в полном своем составе. Но я смотрел эту игру, она предшествовала нашей игре в Бразилии. Я могу сказать, что там такая же история, как и у вас. То есть, огромное количество нереализованных моментов. В основном игра у штрафной площади Блэкпула. И единственное, что это момент, который лично мне запомнился. Это стычки происходили ближе к концу матча. Тоже на чипен. Да, 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 да. Вот это было действительно таким запоминающимся моментом. Так что я думаю, что Арсенал, да, Кирилл, это, наверное, та команда, которая вам точно так же навяжет очень серьезную. Ну, думаю, они за золото будут бороться до конца. Они будут за золото по-любому бороться. Потому что у них есть цель выйти в чемпионшип. У них есть цель играть именно в премьер-лиге в чемпионшипе. И я думаю, сейчас, помимо того результата и той игры, которую они показывают, они еще получают очень большое удовольствие, добиваясь результата. Вот. Поэтому здесь будет также борьба. В общем-то, борьба, борьба и только борьба. Наверное, этим и будет характеризоваться первая лига английского чемпионата. По, соответственно, всем матчам мы с вами прошлись. Также спрошу у вас о тройке предполагаемой. Потому что мы ряд обозначили команд, которые могли бы занять первое место. И, Данил, вот твоя тройка по результату чемпионата Легиона. Ну, соответственно, Арсенал-Б. Первая. Ну, тройка. Потом Арсенал-Б, Брэндфорд и Холл-Сити. Вот первая тройка. Которая, мне кажется, будет... Отлично. Окей, спасибо. И Кирилл, давай вот свое мнение на этот счет. Мне тоже кажется, что Арсенал, Брэндфорд и Дерби. Дерби. Дерби, да. Дерби. Очень интересно. Посмотрим, чем завершится чемпионат. Чемпионат, чем завершится противостояние команд в Лиге УАН. И мне же остается поблагодарить, собственно, моих уважаемых гостей, которые сегодня вырвались, пришли к нам. Это представители команды Брэндфорд, Данила Старков и Кирилл Семенюк. Ребят, спасибо, что пришли. Удачи. И победу вашей команде. Спасибо вам, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok